На параде открытия все 25 команд участниц Архаринский, Завитинский, Тындинский, Бурейский, Мазановские районы, Белогорск, Благовещенск, Спартакяда собрала спортсменов практически со всей Амурской области. 286 человек, которые, несмотря на свой золотой возраст, продолжают ставить свои спортивные рекорды. Действительно, вы сегодня являетесь олицетворением возможностей долголетия в наших суровых климатических условиях. Я понимаю, что каждая Спартакяда – это не только праздник. Это пример для нашей молодежи, что модно сегодня быть здоровым, модно сегодня заниматься всеми видами спорта. Спартакяда включила в себя 8 видов спорта – легкая атлетика, настольный теннис, дартс, городки, шахматы, плавание. Но самой зрелищной стала смешанная эстафета, которая и открыла эти состязания. Второй этап. Готов. Третий. Четвертый. Все строго, как на любых спортивных соревнованиях такого уровня. Перед забегом проверяют готовность всех этапов и только потом дадут старт. Пока идет эта процедура, спортсмены ждут отмашки. Валентина Гайдаш выступает за команду Михайловского района. Ей доверили начать эстафету. Первое упражнение – это новомодная скандинавская ходьба. Техника, говорит участница, несложная. На этой спартакиаде есть и новички, есть и свои звезды. Галина Данилова из сборной «Тынды» принимает участие в соревнованиях уже восьмой год подряд. Три года назад даже взяла призовое место по стендовой стрельбе. Но, по словам женщины, грамоты и титулы для нее не главное. В первую очередь для здоровья, конечно. Но соревнования очень интересные. А главное – для здоровья, движения. Смешанная эстафета, ставшая королевой этих соревнований – это восемь этапов и восемь сложных упражнений. Скандинавская ходьба, бег, кольца, мяч, скакалки, езда на самокатах. Молодому человеку пройти это испытание будет непросто, а пожилым тем более. Но наши пенсионеры доказали обратное – спорт не только продлевает жизнь, но и делает человека счастливее. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение.